Вы знаете, я начинаю смеяться, когда захожу в сетевые магазины, чтобы колбаса, сосиски хранились полгода. Ребят, да вы что? Это как можно их хранить таким макаром то? Мы сегодня заедем сюда, в мясной центр, в уральский фермер, для того, чтобы показать вам другое мясо, колбасы которого хранятся два дня. Не знали? Так знаете. Вот здесь самое лучшее мясо и самые лучшие колбасы, уж поверьте мне. Я не знаю как, но вопрос. Если мы говорим про мясо, какое оно? Я взял корейку, запек ее и честно, честно, я не видел такой упругости. Вот мысль, которая реально работает в сети Уральский фермер. Мы в первом центре, но Уральский фермер разбросан по городу. Честно? Проходя мимо линии на 91, вы понимаете выбор горожан за качеством только сюда. К слову, посмотрев мои сюжеты до этого, а это в ютюбе, вы понимаете, что не только мясом един Уральский фермер. Я понимаю, что рано или поздно, но сетевики всех напрягли. Я не понимаю, как колбаса хранится полгода. Что это за колбаса такая? Поймите, чем дольше будет жить человек, тем больше пользы он принесет. И поэтому суть уральского фермера. Мясо, свежее, колбаса, без консервантов. А какие здесь полуфабрикаты? Ум отъешь и не определишь, что это не дом. Такой же дом, как и пельмени, как и котлеты, как и купаты, как и манты. И попробуйте, и не поверите, все как дома. А после этого ты начинаешь понимать, что посещение уральского фермера – это то, что нужно. И это есть качество. Мы здесь всегда говорим о том, что здесь мясо хорошее. Вы не только мясо берете? Да нет, только мясо. Но еще и крылышки, да? Да. То есть мы будем говорить о том, что субпродукты и продукты приготовления, в смысле колбасы, здесь тоже вкусные? Да, очень вкусные. Здесь очень вкусный фаш, такого в городе нигде нет. И мясо обалденное. Ну, сейчас вижу, ближайшая колбаса, берите. Ну, вкусненькая такая. А чем вам нравится это мясо, скажите? Колбаски вкусные? Колбаски вкусные, постоянно беру их. То есть понимаете, да, что они сами делают? Это не сетевые магазины, они сами делают, правильно? Ну, наверное, я не знаю, наверное, сами делают. Колбасу я здесь постоянно покупаю, да, вкусная. Вы наш шлычок мяса берете, да? Да, конечно. Почему здесь? Все время здесь беру. Нравится, да, хорошее мясо, свежее. Вопрос. Насколько вкусные здесь колбаса? Очень вкусные. То есть можно говорить про это, да? Раз в неделю приезжаем сюда. Итак, мы говорим, что колбаса натуральная, да? Да. Сколько она может храниться? Да, я думаю, не больше двух дней надо съедать. Вот так вот, да? В магазинах берешь, неделями лежит. Да, вот там неделями, а здесь нет. Здесь сразу, да, запах появляется, что мясо натуральное. Да, господа мои, да, господа мои, вы думаете, что мы не умели делать, что ли, колбасы? Да что вы говорите? Вы знаете, мы этим колбасами, в смысле и мясом реально кормили всех подряд. Не знаете, я расскажу. Из 70-х годов прошлого века, потому что у меня бабушка была, начальник общепитой ММК. Вы думаете, мы это делать не умели? Делали. Но просто тогда мы кормили все подряд. То есть все страны соцлагеря и даже более того, как. Сегодня, сейчас, а, да, 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 вы забыли, да, я вот не донимаю, почему мы все время насиловали наше сельское хозяйство. А как сельское хозяйство нас умеет кормить? Да еще, как умеет кормить? К слову о том, что насколько хорошо это умеет кормиться. Естественно, уральский фермер. Вы знаете, я вам продемонстрирую еще дальше. То есть уральский фермер вам не только выдает мясо вкуснейшее, но он еще изготавливает колбасы. К слову о сетевиках, вот. В отличие от тех сетевиков, эти колбасы надо есть быстро сегодня и сейчас. Потому что срок эксплуатации это не бесконечность. Естественно, это нельзя долго храниться. Здесь нету ни консервов, здесь нету ничего, понимаете? Вот куда ехать надо. Особенно посмотрев на эти цены. Ну, ребят, к сожалению, про Магнитогорск нету разговора. А как я кушать хочу? Просто, да. Я, естественно, сейчас кушаю эти замечательные колбасы. Причем все колбасы имеют свою вкусовую характеристику. Да. И вы знаете, у меня эти колбасы реально нравятся. К слову о том, что если куда-то потом я приеду, заколбасываю, а я еще на место рядышком со мной. До суда далековато, естественно. Но до крытого рынка я могу доехать спокойненько. И там что-то так же есть. То есть, прежде чем что-то кушать. Вкусно ем. А то я знаю, что я вкусно ем. В том, что время короткое. Я бы всем рекомендовал приехать 100% в Уральский фермер. Колбасы просто от винта. Да, господа мои, мы завалили Россию мясом. А теперь двинем колбасой. Читайте инструкции. А лучше за качеством приехать в Уральский фермер. Я понимаю, что типа далеко, но по сути в каждом районе Магнитогорска есть точки доступа к качеству. Мы как-то говорили вам про полуфабрикаты. Просто супер. Теперь супер, а это колбаса. Внимательно посмотрите. Это замечательные части неразделанного мяса. Да, и есть еще и то, с чем справится любой человек. Это то, что нужно. Только мясо из свинины, говядины с добавками баранины и конины. И все. Но есть еще хорошие, замечательные куры. Именно так мы удивляли коцаных иностранцев своей качественной колбасой. Раньше удивляли, и теперь. Теперь это можно сделать и на Ворошилово 31Б. Хотите вкусностей? А они к вам и идут. Улица Ворошилова 31Б. Те самые вкусности. Та самая колбаса. Та самое мясо. От того же самого производителя. От уральского фермера. Вопросов, конечно, много. Но выбор ваш очевиден. Вы выбираете продукцию уральского фермера. Свежее мясо, лучшие пельмени и манты, и котлеты с тефтелями. И колбаса качественная. Мне говорят, как? Просто специи свои, копчение свое. Колбаса от уральского фермера. Это я буду говорить практически идеал. И вот вам правило из моста. В мосте очередь за продукцией уральского фермера. К слову о том, что мы говорим, да? Вы видите, сколько людей. Все люди хотят есть вкусную колбасу. Вкусная колбаса здесь есть. Вот видите, даже... Я даже могу попрыгать. Потому что народу много. Где-то торговый центр мост. То же самое место. Уральский фермер. Прямо рядышком находится. Радуга вкуса. Еще один хороший торговый центр. Сама забава, что не каждый читает, какие колбасы он берет. Но ведь интересен вариант. Много колбас. Много пельменей. Много всего. Но зная качество и умение делать без проблем, я бы нашел уральского фермера. Тут ведь вопрос прост. Обороты зависят от вас. Вы знаете, и самое главное, это ощущение. Человек, вкусив и понять, что колбаса без консервантов, не мылкая на вкус, берет и делает правильный выбор. Правильный и, мне кажется, лучший. Конечно, мы не можем проконкурировать с мясом, потому что здесь много мяса. А вот с качественными полуфабрикатами мы можем пободаться. Тем более, я знаю о том, что это все делается сегодня и сейчас. И нигде даже в пельменях, даже в колбасе нет консервантов, потому что все свежее. И если честно, сами подумайте, если я говорю про свежесть, то мысль и вполне очевидная, за качественными продуктами приезжаем куда? В уральский фермер. Даже прямо здесь, на радуге вкуса. А теперь на крытый рынок и покажем, что в 50 шагах на северо-восток все качественнее и дешевле. Опять не понимаете, зря. Крытый рынок не самое бесплатное место для рыбы и мяса. Но ценники уральского фермера одинаковые. Не в центре, а рядом на Карла Маркса 68. Просто зайдите и поймите, что это отличное мясо, лучшая колбаса и изумительные продукты для жарки, парки, кипячения. И вы зайдите чуть вниз. Вот оно. Вы же пенсионер, да ведь? Но колбаску покупаете? Да. А почему покупаете? Дорого или нет здесь, в уральской фермере? Ну как дорого. Тут вот скидки все время у нас бывают, поэтому я и захожу сюда. А вы знаете, что эта колбаска, она не имеет консервантов? Не слышали? Нет. Так вот, я довожу вам до этого синий день. Только колбаску надо есть быстро. Как вы раньше помните, ели? Вот это? Нет, вот с этой стороны. Самая нижняя. Хорошо. Грудинка пряная, вам нравится? Здравствуйте, мне нравятся все продукты из этого магазина. То есть вы здесь постоянно клиент? Ну не скажу, что постоянно. Именно здесь, у этого магазина же несколько отделов в городе. Бываю здесь, захожу сюда. Бываю в новых кварталах. Я скажу там. Ну, все равно нравится. Мне нравится. Мне говорят про акции, я расскажу. Во-первых, акции здесь, на Карл Маркс 68, как бы я даже бы не сказал, что тут само показатель того, что здесь именно мясом торгуют, рядышком с крытым рынком, это тоже другой вариант. То есть если вы хотели взять качественное мясо, это сюда. Если вы хотели взять качественную колбасу, это тоже сюда. Проходить далеко не надо. Чуть-чуть не дойдя, если с севера, и чуть-чуть переедяй к крытым рынком. И вы туда зайдете и поймете, что это тот самый идеальный вариант, который потом будет вкусностью апрабатываться в вашем желудке.